Организация фестивалей экстремальных видов спорта, блогер-шоу, а также развитие КВН-движения. Эти темы стали основными на встрече молодых активистов с Геннадием Панином. Не каждый день у молодых людей есть возможность пообщаться с руководителями муниципалитета и депутатами. Поэтому активисты долго ждать не стали и сразу начали презентовать свои проекты. Кто-то обращался за финансовой поддержкой, кто-то за помощью в организации праздников и фестивалей. А блогер Женя Марс решил пригласить Геннадия Панина к себе на шоу, которое он с друзьями снимает для Ютуба. Соответственно, можно было бы его раскрыть совершенно как другого человека, не просто как управленца, а как личность. Во-первых, он молодой, многодетный отец, и при этом он еще справляется с такой должностью, управленца. Он более открыт, более позитивно мыслит и смотрит на все. Но он более молодой и с ним интересно. Никита Селенов руководит городской школой КВН, организует турниры, выступил с предложением создать лигу в новом объединенном округе. Есть ребята более активные, которые уже имеют некий опыт за плечами и публичных выступлений, и ораторского искусства. Это, естественно, КВНщики, блогеры и молодые мамочки. Их уже вопрос более серьезный интересует. Мы о многом о чем сегодня договорились, и я надеюсь, что если ребята действительно от слов перейдут к делу и реализуют все наши договоренности, то будет определенный результат. На встрече обсуждали более насущные проблемы. Молодые родители интересовались открытием детского сада в Заречном микрорайоне. Евгений Смолин и Сергей Бородин еженедельно посещают стройку. Заверили, что уже на 90% работы завершены. И к Новому году сад должны сдать. Первые воспитанники смогут посещать его уже с января.